Субтитры сделал DimaTorzok 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 Таких примеров довольно много Понятно как это можно решить Можно например определить Некий такой метапакет Пустой, в котором будут только Зависимости на другие пакеты И назвать его там базовым Базовым пакетом дистрибутива Вот, и туда включить Все-все-все-все-все, что должно в дистрибутиве В том числе и новоустанавливанные пакеты Тогда обновление такого пакета Придет к доустановке Вот Я не знаю Так, по-моему, не очень часто делают Хотя делают какой-нибудь метапакет Типа КДЕ Он тащит с собой весь КДЕ Со всеми теми зависимостями, которые нужны Вот Ну, это как вариант Зачем я все говорю? Я хочу, чтобы вы себе представляли Вот Достоинства и недостатки работы С системой, использующей глобальное пакетирование Вот И, собственно, там, где достоинства То место, где достоинства прекращаются Начинаются недостатки Вот это место такое, что Инструментальные зависимости Они хорошо поддаются наследованию А неожиданные Неожиданные Логические Которые вот Невозможно Не вычислить Не предписать Их нужно отдельно Про них нужно отдельно договариваться Да Зависимость тех чего? Значит, вы должны изобрести какой-то пакет другой Может, может Я про другое спрашиваю Смотрите На основании требований кого К вам в систему Внезапно должен быть установлен новый пакет Нет Нет такого понятия требований обновления Есть требований только пакет Значит, в каком-то другом пакете Должна появиться зависимость на этот новый Он же кому-то нужен? Что-то происходит? Он нужен только потому Что в новый дистрибутив Он включен Давайте еще раз рассмотрим пример со сканером Вот у нас был пакет В котором лежали одновременно И утилиты для работы со сканером И правила раздачи доступа к этим сканерам Теперь его взяли и распилили на два Теперь у нас есть отдельно утилиты работы со сканером А отдельно правила для раздачи доступа Что, в общем, разумно Потому что, во-первых Далеко не всегда эти правила нужны Потому что иногда Вообще весь этот поискит не используется И тогда попытка установить эти правила Приводит к по зависимостям установку Целого полюса кита Который начинает там хозяйничать Вот Но где-то-то надо прописать Что эти правила нужно устанавливаться И непонятно где Если обратно вернуть Здесь обратно вернуть зависимости на эти правила Внутрь пакета со сканерами Тогда непонятно для чего Происходило разделение на два Надо предусмотреть специальный интерфейс варнинга В котором, да, такое есть Но Если мне не изменяет память В современных Не так В популярных пакетных установщиках Нету отдельного специального интерфейса На подобные штуки Для этого есть конфигурация? Да, в DBIAN для этого есть конфиг В DBIAN пользуются стадией конфигурации Для того, чтобы такие вещи Да, естественно Но Это понятно Но теперь смотрите Получается, что вы, как мантейнер Должны предусмотреть Подобную штуку Вы должны Объяснить пользователю Что В случае, если у него внезапно Не стоит какой-то из тех пакетов Который вы считаете, что у него должен стоять Что он у него должен стоять Ну, понимаете, да? Это немножко в стороне лежит От основной деятельности Обеспечения работоспособности Самого приложения Как правило Таким вещами занимаются Именно дистрибутивы строители Вот И они-то уже поддерживают такую штуку Ну, допустим Есть линейка дистрибутивов Там, не знаю Какой-нибудь школьный Linux наш Да? И В качестве отдельной фичи В отделе тестирования Берут Ставят пятый Школьный Linux А потом, значит Обновляют его на шестой И смотрят, что сломается Если оно сломается Изобретают такие Специальные пустые Мета-пакеты В которых говорят Вот, пожалуйста Для того, чтобы Новый дистрибутив работал Туда нужно доставить То-то, то-то и то-то И еще сконвертировать конфиги Да? Это дело дистрибутива строителей Потому что это они Видят ситуацию в целом Мы об этом говорим Чуть попозже Монтейнер занимается Одним приложением Дистрибутивы строители Занимаются дистрибутивом Да? Но мы об этом будем говорить Да, вот в данном случае Вы правы В данном случае На самом деле Человек просто проявил Условно говоря Лень Да? Надо было задуматься О тем, что Когда он разделяет Этот пакет То все повалится Реально Ну да Такое тоже бывает Окей Давайте лучше вернемся К нашей теме Напоминаю Что вот была тема С пакетами Я так Мы немножко Просуждали на эту тему Давайте вернемся К вот чему Смотрите-ка Из того, что мы говорили Из того, что мы говорили В прошлый раз И даже из того, что мы говорили В этот раз Следует Что Если вы не хотите Реальных проблем С Недостатками Связанными Связанными С глобальным пакетированием То лучше В качестве исходника Источника Для установки Ваших программ Пользоваться Соответствующими Базовыми хранилищами Ну, большими хранилищами Да А в качестве инструмента Пользоваться Установщиком И Ну, диспетчером И установщиком Потому что В этом случае За соблюдением Цельности И работоспособности Того, что у вас получилось За соблюдением Наблюдает Следит Сообщество Достаточно большое Однако Бывают ситуации Когда Это не так И вам нужно Каким-то образом Чтобы у вас Приложение Специфическое Заработало На вашем Линуксе Которое не существует В составе хранилищ Довольно часто На сегодняшний день Стала ситуация Каких-то Проприетарных Программных продуктов Которые просто Нельзя положить В хранилище Но очень хочется Чтобы они были установлены Такой типичный пример Какая-нибудь Opera или Skype Да Вот они не свободны Более того Тот же Skype Например Нельзя распространять Вот Его можно только скачать Соответственно Максимум Что может Максимум Что может Предусмотреть Комьюнити Это если ему хочется Комьюнити Это придумать Такой пакет Который скачивает И правильным образом Устанавливает Skype Такое я тоже видел Но это встречается Не часто Как правило Все-таки люди Которые занимаются Разработкой свободного софта Они весь несвободный софт Ну мелко видели Не то чтобы они Сильно мелко его видели Но вот Не всегда у сообщества Доходят руки До того чтобы сделать Такой вот Пакет Без пакета Пакет устанавливая Который вы устанавливаете Skype Потому что он скачивается Что? Некоторые несвободные драйвера Так ставятся Да А некоторые там еще как-то Как правило Драйвера все-таки Разрешено распространять Нет Инвидео можно распространять В составе дистрибутива Вот некоторые Wi-Fi Да Что? Давайте мы этот вопрос Оставим Потому что Сейчас Мы говорим о другом Там много На этот счет Есть много разных Мнений Больше чем два Вот Окей Значит Давайте вернемся Я ничего не рисую И всем скучно Давайте вернемся К разговору О несвободных Программных продуктах Значит Вернее не так В каких случаях Вам Возможно Препадает необходимость Пользоваться Установкой Программных продуктов Которые не Находятся в составе Хранилища Напоминаю Хранилища Такие вот Крупные Типа Десятки Ну более десятка тысяч Разных программных продуктов Что вам еще надо Ну вот Очевидный ответ Несвободный Программный продукт Skype Что в этом случае бывает Какие у вас бывают Как бы опции Опция первая Вы заходите на сайт И видите Пакет Прямо для вашего Дистрибутива Или для чего-то Что похоже на ваш дистрибутив Пакет Несвободный по На самом деле Речь идет не только О несвободном по Вообще По отсутствующим Вашим хранилищем Какие Значит Какие Достоинства У Ситуации Что вы обнаружили Пакет На Удаленном сайте Ну в смысле На сайте производителя Вы в него тыкнули А он взял И установился Вот Это конечно Очень здорово Но Есть и недостатки Недостаток первый Значит Ну понятно Достоинство Легко устанавливать Недостаток Кто вам гарантирует Что Тот факт Что у них Он установился На там Вашу операционную систему На вашу Убунту Ну там То что у них Там он установился На Убунту Означает Что он у вас Тоже установится Значит Сборочные Фэкторы Которые Есть у сообщества Вам это гарантирует По причине Глобальной Видимости И Вот Без этого Оно просто Не соберется Да Ребята Которые сидят Там Это вам гарантируют Под свое Честное слово Я скажу больше А кто гарантирует Что ваши идеи О том Как надо Обновлять Софт Совпадают С их идеями О том Как надо Обновлять Софт То есть Не случится ли Так Что вы Захотите Обновиться Крофизнесу А они Не захотят Да И там Все еще Будет лежать Старый Пакет Требующий Старой Библиотеки Не синхронизованный С текущим Хранилищем На содержимое Которое Вы собираетесь Перейти Никто Вот Это кстати Один из вопросов Ответов На вопрос Который Я задавал Домашнее задание В прошлый раз Да Значит Несинхронизация Несинхронизация С хранилищем Кстати Сказать Абсолютно Такая же История Если вам С той стороны Предоставляется Не пакет А целое Хранилище Мало ли что там лежат Может там лежат Старые версии Библиотеки Которые конфликтуют С новыми версиями Библиотеки Вторая Более интересная Проблема Которая состоит В том Что Те зависимости Которые там Допустим Там полноценный Пакет С зависимостями Который что-то Выкачивают Ну короче Который можно установить Далеко не факт Что Те зависимости Которые В том пакете Анонсированы Они вообще Соответствуют Полисе Почему По двум причинам Причина первая Грамотные люди Которые делают Грамотные пакеты Как правило Входят в сообщество Да То есть Если вы знаете Что у разработчика Дополитарного софта Нету человека Из сообщества Из вашего То скорее всего Они сделают Какую-нибудь кривульку Вот Пример Это Пакет оперы Для альтлинукс Он там прямо написан Для альтлинукс Знаете что они сделали Они сделали Файлные зависимости На библиотеке А я рассказывал Ну вот В общем Да За это надо Отрывать ноги Чтобы люди Больше не делали пакеты Что будут делать руками Думаете Ну может у них Лучше получится Вот Другой Ну скажем Вот в альте Очень часто встречающийся Вариант Что Ну вот Не знает Международный Так сказать Преприторный Мир О существовании Такого великого Дистрибутилка Как альтлинукс Не в курсе Они Вот в опере знают А там где-нибудь В скайпе не знают Да Поэтому вы берете Пакет для Федора И пытаетесь его ставить Там все хорошо Только некоторые пакеты По-другому называются Вот Называются они по-другому Но другой Эпэк-жим-полис В Федоре Да Все линуксы разные Вот Вы можете от этого Избавиться Догадавшись О том Какие Как эти пакеты Называются В вашем хранилище Да Вот там Допустим В Сизифе В Альте Вы догадаетесь Руками поставите их Не Несинхронизация Несинхронизация Именно Вот Поставить руками И все заработает Ну вот скажем У нас сейчас вышел Дистрибутив Этот самый Который Симпли называется Он специально так зачесан Чтобы в него Ставился скайп Вот Для этого В него заранее Поставлено Некоторое количество Нужных пакетов Которые Так вот Сами Из Федорного пакета По зависимости Не вытянутся Ну какой-нибудь Кутэ что-то там Вот там У Федора Есть мета-пакет Кутэ что-то Который ставит Все нужные Кутэшные библиотеки Вот Пытаться Как бы Всем миром Вот Синхронизовать Вот эти Пэк-жим-полисы Довольно трудно Потому что у разных сообществ Очень разные Привходящие условия Относительно того Какая дисциплина пакетирования Хороша Какая плоха И так далее То есть Скажем Я прямо скажу Что в Федоре Очень много делается руками Очень много Да Мы на это пойти не можем У нас нет такого количества людей Чтобы все это проверять Все это там Вставлять И так далее Помните Я хвастался Что спеки альтовые Раза в три меньше Чем Федор Вот Наконец Никто вам не гарантирует Что эта программа Будет работать Так как вы думаете Что она будет работать Да Это такой конечно Немножко Паринаидальный закос Да Но мало ли что Ну например Никто не гарантирует Что она не попытается Разложить Какие-нибудь файлы Прямо в usf.bin Там еще куда-нибудь Вот например Гуглобус Хочет Не только Разложить файл Там в кронтаб Чтобы по крону Себя обновлять Что в общем Тоже уже интересно Да Программа Которая по крону Из-под рута Себя обновляет Вот Так он еще И неправильные права Выставляет на Каталог В этот самый Крондели По этой причине На прямую вальт Он не ставится совсем Потому что там Не те права Которые Да Не нужно вообще Класть Не свой каталог В пакет Вот он туда положен Соответственно Результат такой Что Федорован Ставится напрямую А вальте Надо эту зависимость Перековыривать Да То есть Ну это хорошо То что он не поставился В результате Это хорошо Гораздо хуже Если он поставится И что-нибудь убьют Да Ну там Напишу в кавычках Порча Пространство имен Локального Файловая система Еще чего-то А разве У вас не работает обновление Потому что она Как вот Торчит у вас Как гость Как клизма Ну неважно Да И Вы не можете Сами обновиться Потому что Либо вы должны Удалить эту программу Весь вместе с этой Устарейшей библиотекой И тогда на ее место Придет новая Либо вы не удаляете И новая не приходит Да Речь идет Это менее Более тонкое Не сохраняется Чем вот это В этом случае Вас просто не поставят И это хорошо Вот Значит Еще хуже Если да Если пакет думает Что он делает все хорошо Да Но в результате Там он раскладывает Какие-то файлы Сам их завозит Никто же не проверял Это дело на Packaging Policy По этой причине По этой причине При прочих равных Если только Конечно Вы уже Более или менее Разбираетесь В вашем линуксе И Установка Одним кликом Вас перестало Вызывать Ну Бурные эмоции Положительные Так вот Если уже Установка Одним кликом Вас не вызывает Бурных положительных эмоций Кстати По этой вот причине Да То вообще говоря Предпочтительные программы Которые Тихо Мирно Лежат себе В бинарном архиве Вы их разворачиваете Куда хотите Вот И они оттуда Запускаются Почему Во-первых Следует предположить Что Такого рода Значит Из архива Что Такого рода Программы Написаны так Что им все равно Где лежать То есть Вы там В какой-нибудь Опт Тихо Мирно Кладете И она Оттуда Запускается И работает Во-вторых Можно предположить Что люди Которые Не Заморачиваются Зависимостями Они Очень Ну то есть Это программа Которая из архива Она Собрана По типу Изолированного Пакетирования Что там Что там Есть Нужные Все Библиотеки Вместе С ней Правильных Версий Да И Еще лучше Что она С ними Статически Собрана Чтобы Не засорять Пространство Именно Библиотек Вот И в-третьих Вы точно Знаете Что это Вы Разархивируете Этот архив И она Ничего Не портит Вам В системе Какие Недостатки Какие Недостатки Стороннего ПО Из архива Первый Главный Почти Наверняка Оно Это Стороннее ПО Из архива Не Чисто Статическое И все равно Потребует Каких-то Зависимостей Которые На этот Раз Вам Придется Добывать Инструментальными Средствами То есть Говорить ЛДД Смотреть Каких Библиотек Не хватает Смотреть Где у вас В хранилище Есть такие Библиотеки Доставлять Смотреть Получилось Или не Получилось Потом Я в прошлый Раз уже Говорил Что Очень Любят Эти люди Хотеть Библиотечку Вообще Без Сунейма То есть Хотеть Лип Чего-то Там Точка СО Не говорил Нет Смотрите Есть Такая Штука Как Версионирование Про Сунейм Я точно Говорил Есть такая Штука Как Версионирование Разделяемых Библиотек Идея Версионирование В чем Что У нас Может Обновиться Номер Версии Самой Библиотеки Но Аби То есть Способ Вызова Функции Из этой Библиотеки Не обновился Мы Должны Дать Знать Об этом Разработчикам Чтобы Люди Каждый Раз Не пытались Пересобирать Все Что У нас Вышел Там Какой-то Багфиз Что У нас Что-то Там Такое С ней Случилось Но При этом Все Старые Программы Продолжают С этой Библиотекой Работать И Другой Вариант Когда У нас Вышло Обновление Такое Что Изменился Аби И Программы Некоторые Могут Перестать Работать Они Могут Пытаться Воспользоваться Содержимой Разделенной Библиотеки Неправильно Вот Для Этого Как раз Выдуман Сунейм Считается Что Если Не было Сунейм Чейнж То есть Если Новая Версия Библиотеки Имеет Такой Сунейм Что И Старая То Ее Можно Подкладывать Вместо Старой Свободной Все Программы Будут С ней Работать Их Пересобирать Не Надо А Если Сунейм Изменился То Ее Можно Либо Программы Пересобирать Либо Собирать Две Библиотеки Они Имеют Разное Имя Типа Лип Z So Пример Это О Это 0 Они Вполне Могут Лежать Рядом И Некоторые Программы Пользуются Это А Некоторые Программы Пользуются Ну так Вот Эти Ребята Которые Делают Поперитарный Софт Они Очень Любят Хотеть Вот Такие Библиотеки Я Не знаю Почему Но По практике Так Да Вот Очень Часто Бывает И там Сидишь И либо Ну в Альте Это Делается Легко Вы Просто Устанавливаете Пакет Лип Чего Там Точка Дивил Время Дефис Дивил В нем Входит Символьная Ссылка Вот Из этого Файла На файл Там СО Точка Ноль Точка Один После Чего Все Начинает Работать Для этого Можно Сделать Только Симлинку Рутом Да Так Тоже Можно Сделать Библиотеку Сразу Библиотека Ставит Симлинку Ну Это Разные Полиси Я Скажу Зачем Затем Что Вы Не Можете Поставить Два Дивил Разом Куда Будет Это Симлинная Ссылка На СО Точка Один Или СО Точка Ноль Вот Это Тебя Точно Не Разрулить Через Альтернет Потому Что Там Альтернатив Будет Просто Черт Управ Вот Но В любом Случа И У Того И Другого Шаблона Использования Есть Недостатки Вот Я Преследует Когда Вы Используете Библиотечку Инсталляцию Из архива Да Сунаем Это то Что Дописано После СО Нет Это Некая Внутренняя Штука Которая Зашита Внутри Библиотеки Дописывание После СО Это Результат Работы Программы LDConfig Которая Сама Создает Такие Файлы Либо Это Уже Заранее Заранее Сделанная Работа Проделанная Этим Самым Монтейнером Который Собственно Зачастую Свою Забить Вот Да Как правило Мажорная Версия Вот Это Вот Что Еще Бывает В случае Если Вы Используете Программу Из архива Такого Нерабочего Надо Понимать Что Большинство Препаритарщиков Современных Они Все Таки Считают Статическую Сборку Таким Last Resort То есть Последней Надежды Если У вас Не Получилось Поставить Ни то Ни другое Ни пятое Ни десятое Ну поставьте Мы специально Для таких Людей Как вы Сделали Статическую Сборку Она Занимает Там 200 Мегабайтов Ну потому Что Там все Библиотеки Но Оно Хоть Как То Будет Работать Вот Ну вот Это Надо Понимать Что Если Вам нужно Чтобы оно Работало Хоть Как То То Вы Это Получите Есть Еще Третий Вариант Он Является Да Нет Он Я хотел Сказать Что он Компромисс Между Первым Вторым Нет Он Своеобразный Такой Вариант Это Собственно Программа Установщики Под Линукс Выясняется Что Очень Многие Люди Любят Делать Установщики Под Линукс Вы Запускаете А он Устанавливал Как Под Винду Вот Установщики Гуглобус Раньше Так Устанавливался По-моему Установщик Под Линукс Это Зло Почему На первом Месте Однозначно Будет Вот Этот Раздел Порча Файловой Системы Уж Чего Чего А Вот Он Будет Раскладывать Свои файлы Куда Ему Бог На душ Положит Понятное Дело Что Есть Такие Аккуратные Люди Которые Пишут Установщики Но Все Раскладывают Слэш Опт Есть Такие Аккуратные Люди Спасибо Им Большое Домашние Директории Да Или Домаш Домаш Домашние Директории Тоже Неплохо Вот Вот Но Как сделана вместе с установщиком, потому что она что-то делает с вашей операционкой. Лазит в какие-то конфиги, что-то там перезапускает. Причем, разумеется, исключительно так, как думали авторы этого установщика, и никак иначе. Ни о какой пэкэджинг-полисе, ни о каком соответствии дисциплине текущего сообщества речи уже вообще не идет. По этой причине я считаю, что это самый вредный способ установки программ. Другое дело, что некоторые только так и распространяют. Нет, еще раз, драйвер NVIDIA, он свободно распространяемый в составе дистрибутивов. И сайт скачиваешь, и скачиваешь, и фиг, и сажистый. Об этом мы сейчас поговорим, чуть позже. Про драйвер NVIDIA вообще про еще один метод установки программ, который я здесь пока не отмечу. Давайте я сначала доскажу эту часть, а потом перейду к следующей. Ну, погодите. Давайте все по очереди. Значит, в данном случае я имею в виду установщика бинарников. Дело в том, что драйвер NVIDIA сопровождается установщиком, потому что он собирает драйвер из библиотеки и исходных текстов. А я говорю про установщика бинарников. Вот. Значит, так, так, так. Да. По-моему, я... А, да, есть еще третий вариант, четвертый вариант. Этот вариант работает в случае, если вы имеете дело с программами, которые написаны на чем-то кроссплатформенном. На Java, на Python. X-platform, кроссплатформенном. В принципе, он повторяет вариант номер два. Потому что, как правило, кроссплатформенную программу вы просто скачиваете и запускаете. И для этого вам нужно, чтобы у вас была запускающая система, ну, скажем, Java. Или, скажем, Python со всеми нужными модулями. Но поскольку интерфейс к модулям в Python, он как бы стандартный, вне зависимости от того, на какой операционке это происходит, то полученная программа запустится и заработает. Вот. Понятное дело, что вы не застрахованы от всяких кривостей, и вся такая замечательная программа, написанная на Python, внезапно там что-нибудь открывает на диске c:// там чего-нибудь. Такие тоже бывают, программисты. Вот. Но, во-первых, да. Во-первых, это просто признак такой откровенной неграмотности, потому что в том же Python прямо и непосредственно есть функция по работе с файловой системы кроссплатформенной. Вот. Ну и вообще нужна ли вам такая программа, в которую написал такой программист. Ну, во-вторых, в исходниках можно поправить. Это вам не Java, да. Вот. А что касается Java, то там вообще отдельная виртуальная машина, и очень много приложений Java работает, не глядя туда, куда ты их засунул, вне зависимости ни от чего. Вот. Я грешным делом даже эксплуатирую одну такую программу, довольно активно. Вот. Я использую одну программу не из репозитория. Она называется G-Downloader. Это мега-Downloader для всяких файлопомоек, который написан на Java. У него порядка 300 плагинов с разным файлопомоеком. Огромная комьюнити, которая пишет эти плагины. Он, по-моему, даже свободный. Но что-то мне так лень его компилировать. Тик-Джава. Тик-Джава. Тик-Джава скачал, запустил. Вот. Кстати сказать, это такое немножко ответвление от нашего общего разговора. Оно заключается в следующем. На системе глобального пакетирования клет с вином не сошелся. Вот. Ну, с ветк лином. Потому что существуют достаточно обширные области, где пакетирование линуксовое, такое в стиле, в линуксовом стиле, смысла не имеет никакого. Типичный пример это, ну, скажем, плагины к Firefox. Да? Для того, чтобы их, во-первых, их тысячи, по-моему, сотни тысяч уже сейчас. Вот. Ну, нужно быть полностью сумасшедшим, чтобы их всех попытаться засунуть в пакет, затолкать в сохранилище и их монтанить. Вот. Вообще, засовывание плагина к Firefox в пакет нужно только в одном случае. Это когда вы хотите, чтобы вне зависимости от наличия сети, после установки дистрибутива, у вас уже сразу были работающие плагины какие-то. Вот, например, таким способом в тот же самый Simple засунут, вы меня простите, Яндекс.Бар. Это просто у нас договоренность с Яндексом есть. Вот и все. Не более того. Вот они хотят, чтобы в состав Simple входил Яндекс.Бар. Да? Абгет... Как это забыл уже? Римов. Абгет римов. И он отлично выпиливается. Но еще раз повторяю, да, это... Или, скажем, в состав школьных старых дистрибутивов у нас входил по умолчанию сразу от блока еще чего-то там. просто потому, что нужно было, чтобы при запуске это уже был. Но в принципе, в принципе, да, так никто не делает. А флеш-плогин дистрибутив, чем от блока или интернета? Еще раз. Чтобы он был после установки. Сразу. Только для этого. Почему все время флеш-плогин кладут в дистрибутив? Потому что без флеша у вас половина сайтов работать не будет. Вот когда их всех перепишут на HTML5, вот тогда и будет работать. Вот. Кстати, это ответ тот же самый, да? Флеш-плогин кладут в дистрибутив для того, чтобы после установки это уже работало. Вот и все. Так вот, есть еще целый ряд таких платформ для запуска приложений, помимо Firefox, которые тоже есть платформа для запуска приложений. Целый ряд такого рода платформ, по поводу которых вопрос их превращения в линуксовый пакет открыт. Да? Это даже не столько Java, как таковая, сколько, допустим, плагины к каким-то средам на базе Java. Скажем, да, плагины к Eclipse упаковать можно только из соображения, чтобы это все можно было установить без сети. Потому что во всех остальных случаях Eclipse сам с этим справляется намного лучше. Он сам скачивает, сам обновляет, сам все делает. Да? Профессиональные разработчики на Python недолюбливают упаковку Python-х пакетов в... Python-х модулей в пакете. Потому что у Python есть свой собственный способ дистрибуции. Вот. Яйца, так называемые, Python-и. И во многих случаях это удобнее. Вот. Если у вас большая разработка такая вот серьезная, да, там, со всеми пирогами. Да? Но здесь вот как раз вступает вариант номер два. Огромная туча пользовательского софта написана на Python и по этой причине это все должно устанавливаться из дистрибутива так. Безо всяких там яиц и прочих вот непонятных упражнений со стороны администратора. Вот. Это все рассуждения относительно кроссплатформных приложений. Не исключено, что вы их скачаете, как бы посмотрите, что им нужно и запустите. То есть, чтобы закрыть эту тему, чтобы закрыть эту тему, напомню, что в Linux есть возможность запуска приложений для других операционных систем. В первую очередь это достаточно ограниченные, но все-таки работоспособные возможности запуска Windows-приложений, по крайней мере тех, которые написаны на WinAPI, которые обеспечиваются штукой под названием Vine. Вот. Это я к чему? Если у вас есть задача запустить какое-то Windows-приложение, в особенности, если у вас нет задачи его там агрессивно использовать в бою, а именно запустить, то вы вполне можете попытать счастье с Vine, и у вас может все получиться. Кстати сказать, нередки, я бы даже сказал, довольно часто случаи использования Vine именно в боевых условиях, то есть, там, для гонятия офисов, еще чего-нибудь. Вот. Vine — это акроним. Он расшифровывается как Vine is not emulator. Vine is not emulator. Вот. Ну, как обычно, рекурсивный акроним так часто бывает в мире свободного софта. Вот. Идея его стоит в том, что он в действительности не эмулятор. Он не эмулирует вам машину с Windows. Он вам только исполняет системные вызовы, системные и библиотечные вызовы Windows. Вот. Идея исполнения системных и библиотечных вызовов Windows состоит в том, чтобы... Ну как, ну, бинарник, он же бинарник. У него есть, как бы, код, который, ну, для процессора одинаковый. И вызовы функций. Вот эти вызовы функций нужно удовлетворить. Вот и все. Вот. Эти функции могут быть обращениями к янеру Windows, а могут быть обращениями к каким-то дейлелькам. Вот это тоже надо уметь делать. И Вайн это так как-то делает. Вот. Идея состоит в том, что если вам, как кум-тыква, который, когда кирпичей не хватает, собирался приспосабливать бумагу, вот если вам не хватает каких-то дейлелек, вы всегда можете их докачать и взять из обычной винды, подсунуть, и они будут работать. А это не противоречит? Противоречит. Вот. По крайней мере, идея изначально была именно такая, что вы, как бы, доставляете по мере. Это не всегда противоречит, скажем так. Вот. На сегодняшний день Вайн поддерживает довольно большой объем приложений, которые работают в нем весьма и весьма шустро. Вот. В Вайне есть поддержка DirectX. До девятой версии включительно, да. В Вайне есть... Ну, в общем, много чего есть. Я скажу так. Практика показывает, что работа с диском в Вайне работает существенно быстрее, чем в Виндии. По причине двойной буферизации. То есть, изначально там все крутится где-то на уровне, где до кэша, в смысле до реальной записи не доходит, и поэтому там все... Вот. Однако, не стоит надеяться, что все будет очень здорово в Вайне. Вот. По одной простой причине. Поскольку код Windows, ну, естественно, он закрытый, развивался довольно долго, очень много, очень много, это там, по утверждению некоторых людей, аналитиков, процентов 80, этого кода, это заплатки, наценные на то, чтобы работало, после обновления всего ядра Windows, продолжали работать старые приложения, в которых были какие-то ошибки или какие-то несоответствия, которые раньше, раньше, как бы, скрадывались, ну, по принципу взаимопоглощения глюков, а вот после обновления они вдруг выявились. Такого кода в Windows очень много. Его там нереально много, несравнимы, вот ни с каких другой, ну, скажем так, по слухам, его-то очень много. То есть, идея состоит в том, что, поскольку у людей была просто договоренность, да, о том, что будет обратная совместимость, эту обратную совместимость обеспечивали, там, ну, буквально, вот такая-то версия, там, не знаю, Дельфи запускается, да, значит, у него вот такие-то, такие-то файловые операции, а вот эта файловая операция у него там с глюком, там, значит, не очищается буфер, давайте мы его за нее очистим, и все будет работать. Вот. Я это говорю не совсем по слухам, буквально вот в эти выходные я занимался одним деградейшном в Вайне, в нем перестала работать некая программа, которую моя супруга активно использует. Вот. После долгого анализа кода и, ну, долгого, относительно долгого анализа кода, я обнаружил следующую вещь, что это деградейшн. Внесли в Вайн ребята из кода Weavers, которые делают продукт под названием Кроссовер. Вот. Ради чего? Есть такой инструмент в Windows, называется Оле. Вот. Это такой ад, адский, по обмену объектами. Вот. Я помню, что вот когда он появился, все плакали, потому что он ужасно сложный, там какой-то иерархия, еще чего-то, в общем, такая вот замороченная структура. Вот эту поддержку Оле ребята из кода Weavers про хоккали вот на какой счет. Оказывается, довольно много программ, которые регистрируют себя как drag-drop интерфейс, но при попытке вызвать стандартную win-api функцию query drag-drop или что-то в этом духе, они просто падают. Потому что там этого нету. Реализации drag-drop query там просто нет. И вот ребята из кода Weavers в хоккале, в vain еще один патч, который позволяет за эти... То есть, когда приходят... Ну, я точно подробности не помню, но они вот эту информацию держат сами. Теперь приложение не обязано знать, что оно зарегистрировало drag-drop интерфейс. В vain за него знает это сам. Вот. Вот такие патчи они туда внесли, но при этом не разобрались в логике рев-каунтеров, вот этих обработчиков drag-drop, в результате они освобождают память раньше, чем все обработчики как бы дирегистрируются. И там при очередной дирегистрации происходит разименование уже освобожденной памяти. Вот. То есть, реально ребята... Да, в винде все работает при этом, понимаете? Да, вот эта часть работает в винде. То есть, винда, видимо, как-то разбирается, что вот это данное приложение не умеет регистрировать drag-drop query, и поэтому, значит, за него надо как-то вот отдельно это делиться. Вот. И вот такого в виндовсе очень много, а в vain не очень много по причине того, что ресурсы ограничены. Не надейтесь... Ну да, и помимо этого в vain есть, естественно, баги. Не надейтесь, что эта гонка когда-нибудь будет... Что в этой гонке можно выиграть, да? Невозможно выиграть в гонке за лидером. Помните, что такое гонка за лидером? Когда мотоцикл, а за ним едят велосипеды. Вот специальная такая, да? Вот невозможно обогнать мотоцикл в такой гонке. Вот и здесь то же самое. Единственное, что стоит заметить, что Microsoft отказывается от WinAPI активно. Вот. И на сегодняшний день стандартным WinAPI является Vyme. Потому что он его реализует, по крайней мере, одинаково. Вот. Кстати сказать, по утверждению моего знакомого, это Виталий Калепатова, директор компании Tersoft, которая делает такой специальный извод вина для российских палестин, там, со всякими пирожками, чтобы работало то, работало это. В том числе и несвободные у них есть продукты. Там за какие-то типа 4 тысячи вы можете купить что-то, что работает с каким-то конкретным 1С. Ну вот. Виталик говорит, что у них есть и активно внедряется сейчас у пользователей Vine для Windows. Вот. Потому что есть программы, которые такие, ну, считаются отраслевым стандартом, и при этом не работают под семеркой, допустим. Вот такие дела. Да, 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 кстати. Там я запомнила, как наши шансы изменили поведение мероприятий, что через свою программу... Да, и пришлось сделать LD-прилот, специальный враппер, который, значит, да. Но это все было, понимаете как, это все было открытым текстом написано, и любой, кому надо, мог это дело изменить. Вот в чем дело. Ну ладно. Мем копия. Что? Винус мемцапай.со. Да, 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 да. Оно самое. Держи LD-прилот, все работает. Ну окей. Значит, чтобы уж быть до конца хитрым, скажу, что еще есть какое-то количество эмуляторов, которые позволяют эмулировать всякую разную вещь. Ну, например, любая программа под DOS, именно так, любая программа под DOS будет работать под Linux в эмуляторе DOSBox. Любая, скажем так, понятно, что к контр-общности ставить это дурной тон, но я скажу так, под DOSBox работает гораздо больше программ, чем под DOS. Вот. Когда у меня был DOS на компьютере, там работа, много программ глючило и не работало, а теперь они все под DOSBox работают. Вот. Почему я вспоминаю про эмуляторы? Потому что эмуляторы, даром что, возможно, делают такое совершенно изолированное окружение, они так или иначе интегрированы с операционной системой. Ну, например, DOSBox использует реальные файлы. По этой причине можно вполне реально использовать DOS-ские программы, которые кладут свои файлы в Linux файлы системы, и дальше с ним что-то делать. В прошлом году мы даже с одним сотрудником кафедры, с Павлом Сутыриным, с сотрудником кафедры алгоритмических языков, делали доклад на эту тему, что вот, мол, ваш любимый турбопаскаль, можно запускать и в Linux никаких проблем. Вот. Такие дела. Ну вот. У меня как раз осталось полчаса на то, чтобы рассказать, как собирать программы под Linux. Не слышу, да, не слышу гомерического хохота. Собирать. Ну да. Смотрите-ка. Это очень важно на самом деле. Почему именно полчаса? Потому что я не собираюсь об этом говорить в этом семестре. Даже в следующем не собираюсь. Я надеюсь прийти к этой теме к следующей осени. Смотрите-ка. Это важно понимать. очень часто, обращаясь к кому-нибудь, вы говорите, вот есть программа, типа, хочу ей воспользоваться. Но она как-то не запускается. Я скачал .tar.gz, а он не запускается. А человек говорит, это Linux, бери и собирай. Да? То есть, вот такая позиция, когда вы все делаете руками из исходных текстов сами, самостоятельно собираете программу, она довольно часто, до сих пор, по-моему, до сих пор довольно часто наблюдаема в Linux-овых сообществах. Особенно это касается всяких свободных программ такого старорежимного толка, не очень больших, с десятилетиями истории, с какими-то полезными функциями. Вы туда приходите и смотрите руководство по установке. По установке. Руководство по установке говорит, распакуйте вашу программу в каталог, скажите, крибли, крабли и бумс. Да, значит, конфигурия это крибли. Ну, давайте, крабли это что? Правильно. А бумс? Макинстал. На этот случай, если тогда уже были автотурсы. А? В случае, если тогда уже были автотурсы. Ну, я надеюсь, что вам не придется собирать программы, которые были, вышли на промышленный режим до того, как придумали автотурсы. Я думаю, что их уже все собрали просто. Давно. Вот. Значит, чтобы вас вот это дело не не приличало, скажу так. Вот с этим могут справиться даже человекообразные обезьяны. Или люди, которые никогда в жизни не просто не видели компилятора, а даже не знают, что это такое компиляция. Это плохое. Сейчас скажу, почему. А смысл? Смысл этим заниматься в этой форме. Есть единственный случай, когда вам приходится заниматься этим в этой форме. Когда этот софт настолько уникальный, что в другой форме он не существует. Вам его приходится руками собирать. тот факт, что вот это вообще приводит к какой-то работоспособности, вам, как пользователю Linux, такому, условно говоря, верхоглядкину, такому, который только-только пришел, начал работать с Linux, ничего не дает. Вы не знаете, куда происходит этот инсталл, вы не знаете, какие файлы туда проинсталлировались, вы не знаете, что у вас случилось с операционной системой после этого мэк-инсталла, вы вообще говоря, не будучи программистами, если вы, или скажем так, не будучи линукционными программистами, не вполне хорошо себе представляете, что за процессы лежат за этим конфигурим мэк и мэк-инсталл, потому что ни один из них не компилятор, обратите внимание. Вот. Ну, вот, и главное, никто не гарантирует, что это у вас заработает. Скорее всего, вам понадобится поставить целую кучу инструментов разработчика, в которых вы возможно не разбираетесь. Еще раз, я сейчас не нацелен на тех людей, которые знают, что стоит за этими словами. Я сейчас рассказываю, почему при, вот из этого всего списка, да, и это далеко не самый лучший вариант установки софта. Потому что большинство действий, которые вы здесь производите, они абсолютно шаманские. Вот. Для людей, которые не являются, я не говорю профессиональными, да, потому что не нужно быть профессиональным разработчиком, чтобы что-то делать в Linux, но которые не являются разработчиками. И обратно, если вы, являясь разработчиками, на голубом глазу говорите человеку, который говорил, я скачал TARGZ, он не запускается, чувак, распакуй, делай конфигурию, make, make, install, вы совершаете самую большую ошибку, ну, скажем так, как Linux-агитатор, точно. Да? Если вы хотите, чтобы человеку навсегда надоело пользоваться Linux, вот советуйте ему вот это. У этого, значит, я все еще продолжаю говорить, как если бы тут было что-то плохое, ничего, я так не посоветовал первому человеку. Я про что? Да? Вот. У этого метода есть несколько достоинств. Да? Теперь будем говорить о хорошем. Достоинство первое. если вы достаточно подкованный не в Linux, а вообще в области там программного обеспечения человек, то вам может захотеться разобраться, а что же это вот все такое, полезть внутрь, и эта часть информационного пространства, она информационно полна. Вам расскажут все, то есть вы можете понять, вы можете постигнуть абсолютно все тонкости, связанные со сборкой ПО. потратить на это изрядное время, но получится довольно много экспы. То есть у вас ваше профессиональное качество как разработчика от изучения всей этой машинерии повысится то есть, ну вот, без вопросов. Кроме того, отдельная часть людей, которые в принципе компьютерно мотивированы, которым вообще вот все эти игрушки интересны, получат просто удовольствие от того, что с этим разбираются и этим занимаются. сомнительные, кстати, сказать, я так говорю, как будто это что-то хорошее. Вот. Тем не менее, более того, существует некоторое количество так называемых source-based дистрибутивов, в которых в принципе не поощряется понятие бинарный пакет, а есть понятие исходный пакет. Вот тут нет Володи, который рассказал бы про Arch, что-нибудь такое. дистрибутивы. Такие из самых популярных source-based дистрибутивов это Linux from scratch, разумеется, но он отдельный, у него такое немножко учебное предназначение. Arch, Gintu, Slackware в каком-то смысле. Arch бинарный, да? Значит, я с кем-то путаю. Там Пэкмен есть, да? Ну, в общем, есть какое-то количество дистрибутивов, они до сих пор существуют, в которых происходит не установка пакетов из хранилища, а установка пакетов путем их сборки на основании спецификаций. Арчи, бинарная source-based сборка. Да, вот по-моему, тоже. Arch в свое время был исключительно source-based, потому что там есть Пэкмен, это только его улучшает, потому что можно и так и сяк. Как и в Gintop тоже можно бинарный. я хочу подробнее остановиться на source-based дистрибутивах, чтобы внезапно не спровоцировать какую-то войну, потому что очень часто бывает, что люди, которые пользуются source-based дистрибутивами, они относятся с презрением к тем, которые пользуют бинарный без дистрибутивов, не наоборот. Когда было это все затеяно давным тому назад? Достоинства source-based дистрибутивов состояли в следующем. Первое. Вот то, о чем в свое время Gintop очень много говорили. Все локальные сборки, то есть когда софт собирается на локальной машине, оптимизированы под аппаратное наполнение вашей локальной машины. И, соответственно, вы можете спрофилировать их для вашего процессора, подумать о том, собирать их там с пожиранием памяти, но быстро, или наоборот медленно, но зато, компактно. И много-много-много всяких ключей сборки, которые вы можете предусмотреть, чтобы ваш пингвин был самым быстрым пингвином в мире. Потому что Gintop это самый быстрый пингвин в мире. Он быстрее всех плавает. Ну, не летает же. Вот. Летают все пингвины совершенно одинаково. G оно всегда одинаковое. Ну, может быть, там на экваторе они должны летать чуть-чуть медленнее, да? Ну, потому что или нет? Быстрее, наоборот. Ну, может быть. Бог с ним. Это уже детали физические. Да. Значит, второй немаловажный компонент source-based дистрибутивов это вот эта видимость того, что вы хорошо потрудились. Вот в Ubuntu вы называете один клик, генту вы открываете мануал и выполняете какую-то последовательность действий, которая приводит к тому же самому, что у вас образуется пакет. Почему это до какой-то степени видимость? Потому что это такой же крибли-крабли-бунс. Можно выполнять эту последовательность действий, совершенно не соображая, что она на самом деле делает. за что да, что в этом хорошего? То же самое, на самом деле, поскольку это уже не какая-то такая абстрактная общемировая традиция, а конкретный пэк-джим-полиси для конкретного генту, разобраться в этом будет еще проще. Почему? Потому что программы уже как-то собираются, когда вы смотрите на последовательность сборки пакетов в том же генту или в какой-нибудь FBSD, вы уже не рассматриваете внутренности сборки того или иного софта, а рассматриваете вопросы, как эту конкретную программу адаптировать и собрать под генту или под FBSD. Тем самым вы можете себе позволить плохо разбираться в этих криблях, краблях и бумсах, но начать лучше разбираться в архитектуре дистрибутива. То есть начать может быть вам действительно не очень интересны детали того, откуда берется конфигура. А вот детали того, как взять и собрать абстрактную программу под вашу генту, вам интересны, потому что там послезавтра вы столкнетесь с этой проблемой и вам понадобится собирать что-то, чего нет в бинарных хранилищах. За что еще не любят бинарные source-based дистрибутивы совершенно незаслуженно. Считается, что source-based дистрибутивы ну или почти незаслуженно, source-based дистрибутивы ненадежны, то есть каждый раз, когда вы что-то собираете из исходников, оно собирается по-новому. Это правда. Но об этом я остановлюсь не буду. Считается, что source-based дистрибутивов не очень хорошо с зависимостью и вообще со всякими обновлениями. А вот это неправда. Потому что так было, скажем, 10 лет назад. На сегодняшний день с точки зрения оперирования вот этими пакетами как системой на локальном компьютере и дистрибутивы, в которых реально происходит сборка где-то там отличаются очень мало. Там есть понятие зависимости, там есть понятие обновления. Фактически они отличаются только тем, где запускаются инструменты сборки. На локальном машине или на сборочном там есть понятие глобальной видимости между прочим там есть понятие сборочные сервера да и ворчей вы будете они есть то есть тот пакет который вы собираете здесь и сейчас на своей машине на самом деле уже собрался на сборочной ферме и протестировался там то есть разница и только вот в этом самом вот в том насколько вот эта имитация трудовой деятельности является имитацией или вы действительно это делается по какой-то причине и понимаете что делать что сборка происходит всегда в бинарных только если человек очень захотел спасибо же евгений отличное напоминание и обратно никто не утверждает что современных binary бейзи дистрибутивов то есть дистрибутивов которых вы выкачиваете пакеты бинарные из хранилища невозможно создать сборку ничуть не ничуть не бывало я бы сказал даже наоборот в какой-нибудь alt linux и source базе сборка это просто как 7 копеек вы разворачиваете одной командой одной изолированную среду для сборки который будет собирать вам под какую хочешь дистрибуку хранилище до одной командой заталкиваете туда исходник вот если это исходник уже как бы формате формате сизифа да то этой же команды вы его пересобираете все можно тоже на канале то есть вот чем я занимался когда отложил этот чертов вайн да я взял из сизифа новый пакет вайн и собирал его в шестую платформу в стабильную да это делалось одной командой потом я туда залез папа поставил туда как начинающий программист отладочную выдачу с помощью ну только не принтефа конечно вером это неважно да и смотрел на эту отладочную выдачу ну есть люди которые используют валгринт еще чем-нибудь такое зачем ставить отладочную выдачу есть инструменты но я как бы не каждый день занимаюсь отладкой окей значит и так на сегодняшний день возвращаясь к заявленной вот этой под теме существенное различие между source-based и binary-based дистрибутивами практически нету возможно единственное различие это платформа для на которой происходит сборка основная если эта платформа ваша конкретная машина то сборка у вас уникальна а если эта платформа это собственно сборочная сборочная ферма то там все установки все установки операционной системы из пакетов взятых с этого самой сборочной фермы они все одинаковые и там проще искать баги или по крайней мере отлаживать проще вот и вся разница во всем остальном разницы нет возвращаемся к инструментами инструментах к сборке и так для того чтобы самостоятельно собрать программу под linux нужно ну две вещи нет две или три вещи первая вещь это везение вам должно крупно повезти чтобы крибли кораблей бум сработали не потому что еще раз повторяю не потому что там это требует каких-то мега знаний но каких-то знаний это требует а потому например что в вашем дистрибутиве и вашем хранилище этой программы нет потому что они собирается очень часто бывает вот почему ты и нет а потому что я не видел там потом так написано что собираюсь только под солярку и все вот так вот она устроена то есть первое вам нужны вот некоторые доли везения чтобы тот объем работ которые нужно приложить чтобы это все заработало но если она у кого-то работал данная заработает и у вас чтобы это объем работ был небольшой второе вам нужны знания в в инструментальных системах это в первую очередь инструменты собственно подготовки тоже за чего получился конфигур я не знаю как это вообще назвать мы их назвали профилирование это не профилирование ни разу адаптация инструмент адаптация к сборочной среде второе вам нужны знания относительно самой сборочной среды то есть какие инструментальные библиотеки используются как бывает когда их используют потому что скажем есть написано ну qt там тоже все не все непросто там есть некий стази сборки да вам нужно знание об инструментах самой собственно сборки там а компилятор о чем-нибудь таком вам и о мета инструментах о всяких там мэйках цимейках и прочих делах вот вот и вам нужно иметь некоторое представление о том насколько вот этот мой консталл в результате будет хорош это как бы два две вещи везение и знание вот этой самой хотя бы на уровне информации данную на уровне обладание сведениями о том как устроена кухня вот разработки под линукс и третье что вам нужно знать это вам нужно знать как устроена packaging policy в вашем конкретном дистрибутиве то есть на самом деле сборка какого бы то ни было программного продукта под линукс состоит из двух этапов первое сделать так чтобы оно собралось и как-то заработал второе превратить в пакет здесь требуются навыки в основном разработчики достаточно разный мы об этом когда-нибудь поговорим здесь при превращении из исходного в пакет требуются навыки монтейнерские которые в первую очередь связаны с тем какова специфика размещения файлов файловой системе помните мы говорили про фхс так вот фхс это всего лишь базовая базовый стандарт как правило в сообществе формируются более четкие требования к тому как должны называться библиотеки как должны называться пакеты где они имеют право лежать где не имеют ну и так далее вот и плюс информация значит это как джим полисе как дисциплина упакетирование дисциплина дисциплина пакетирование и собственно сами инструменты пакетирования ну вот условно говоря вы должны уметь понимать что такое спек уметь его составлять или по крайней мере делать один файл спецификации из другого вот уметь его там писать в него и так далее инструменты сборки пакета самого пакета в первую очередь значит там в рпм бэзик дистрибутивах это будет рпм а в дебяне там достаточно много разных инструментов для того чтобы сделать дпкг вот которые предназначены ровно для того чтобы имеющиеся исходники каким-то образом вот подготовить компиляции собрать еще из них сделать бинарный пакет давайте я лучше значит здесь вот конфигури make make install так рибли-крабли-мунс давайте я здесь перечислю еще раз список того что инструментальные среды инструментальные среды ну средства библиотеки толки ты виджет сет и все остальное средства сборки адаптации к сборочной среде и сборки давайте отдельно средства сборки ах да знание языков программирования значит я не зря про это забыл и даже сейчас поставил это на последнее место я собираю несколько пакетов из исходников на перли ну то есть они не компилируются конечно я первым не знаю они работают нет ну то есть как я туда могу заглянуть и примерно что-то такое там вот пахакать я даже их патчу эти исходники на перли вот но тут скорее мне помогает опыт чем знание перла который действительно у меня очень низкой или скажем на си плюс плюс я ник они программировал на фарт районе программ его а вот нас плюс ты никогда в смысле промышленно да то есть я никогда не писал больших программ на си плюс плюс и тем не менее ammen tu достаточно количество покетов на си плюс плюс и написано если программа собирается и работает в up stream а да то скорее всего она работающая и вам не нужно быть мега программисты носит плюс плюс чтобы ее изменить вот максимум что вам нужно посмотреть почему она не работает с текущим компилятором а с в предыдущем работала, потому что в текущем там что-нибудь ввели декое очередное. Или почему она у вас не собирается, а у них собирается. Потом выясняется, что у них по умолчанию в сборочную среду входит такая библиотека, а здесь у нас не поставлено, ее надо ставить. Кстати, конфигуре в этом очень сильно помогает. Ровно для этого он сделал. Обратите внимание, что вот этот список, он, во-первых, невелик. То есть нельзя сказать, чтобы это была там целая отрасль, которую надо там полжизни осваивать. Во-вторых, он состоит из достаточно интересных вещей, не имеющих прямого отношения к линуксу как таковому. Тут слово линукс, знаете, еще инструмент совместной разработки, ну, так, опосредованно нужен. Это, наверное, вот скорее вот сюда входит. Слово линукс здесь как бы в яви не присутствует. Эта область интересна для изучения обычным человеком ради просто повышения своего профессионального уровня по части разработки программ как таковых. Смотрите. Инструментальные средства, ну, библиотеки, всякое такое. Средства подготовки кроссплатформных сборок и вообще сборок на разные операционные системы. Средства сами, средства сборки, языки программирования, средства дипломента в данном случае, говоря о дисциплине пакетирования, и всякие инструменты, которые в сообществе позволяют людям пакет собирать проще, чем не собирать. Все это, вообще говоря, в реальной жизни может понадобиться. Если вы собираетесь работать программистом, разработчиком, архитектором, кем-то еще, там, линуксоидом, неважно кем, не линуксоидом ни разу. По этой причине это отдельная интересная тема, которую я не хочу объяснять в течение получаса, а хочу объяснять в течение минимума семестра, а лучше двух. Ну, мы до этого еще дойдем. Что-то я еще хотел сказать на эту же тему. Да, просто пользователю все это, в общем, не нужно. По этой причине я и не распинаюсь на эту тему дольше. А, вот что я хотел сказать. Хорошая комьюнити вокруг дистрибутива, программного продукта, чем-то еще, должно быть устроено таким образом, чтобы общий объем работ, который всегда есть у разработчика, который связывается с свободным софтом. Ну, обновление, да, там, пришла новая версия, ее надо, как бы, втащить, там, что-то с ней сделать и так далее. Чтобы общий объем работ по сопровождению программного продукта в целом, то есть сборка плюс пакетирование, был меньше, чем общий объемный работ по сопровождению программного продукта, состоящего только из сборки. Меньше. То есть, если вы сделали пакет, то вам впоследствии, если вы собираетесь пользоваться этим программным продуктом, обновлять его, что-то там искать баги, еще что-то, вам впоследствии будет проще и легче жить с пакетом, чем каждый раз заниматься сборкой. Вот в комьюнити, в принципе, линуксовые дистрибуции, как это по-русски, это не совсем дистрибутивы, это именно хранилища, да, их, как бы, факт их существования как раз очень сильно зависит от того, насколько удобнее с хранилищем, чем без него. Это очень важно, но это лежит немножко в стороне от темы вот этих наших лекций, да. В эти понятия удобства входят, естественно, сборочные ресурсы, естественно, какие-то инструменты, которые на основании дисциплины пакетирования предлагают вам быстрый и легкий способ последующей, собственно, сборки, да. Вот. И много всякого, много всякого, чего вы не можете себе обеспечить. Ну, например, возвращаясь к началу нашего сегодняшнего разговора, в случае глобального пакетирования, вообще говоря, был бы очень здорово иметь инструмент, который высматривает какие-то глобальные изменения во всем хранилище целиком. Ни один человек сам по себе и даже ни один персональный компьютер сделать не в состоянии. Это в состоянии сделать только ресурсы сообщества. Вот, скажем, в нашем хранилище, которое называется Сизиф, сейчас работает такая дисциплина, которая запрещает понижать его цельность. То есть при сборке пакета обнаруживается дополнительное количество неутворенных зависимостей или, внимание, количество функций, которые требуются для работы. То есть вот библиотеку, там, кит-бинарник собирал, он требует функций в библиотеках. И этих функций стало больше не существующих в глобальной таблице всех функций Сизиф. Такой пакет не принимается. Вот глобальную таблицу всех функций, предоставляемую всеми библиотеками, никто не в состоянии сделать, это можно сделать только ресурсами всего сообщества. Такие вот дела. То есть технологические преимущества, они должны быть настолько очевидны, что человеку было проще становиться монтейнером, чем пытаться сидеть вот и это все тело крутить. Каких монтейнеров? Значит, активных человек, наверное, таких вот, ну, реальных таблицеров, человек 30. Ну, больше, наверное. Всего в списке человек 300. То есть каждый монтейнер, он тут 100 пакетов. Кто как? Потому что есть огромные человекоподобные роботы, которые монтейнят очень много пакетов. Ну, например, Виталий Липатов. Огромный человекоподобный робот. Он монтейнят дикое количество пакетов. Вот. А есть, наоборот, люди, которые по один-два. Вот. Это, кстати, еще одна проблема современности, которая, в общем, буквально за последние пять лет наросла. Но я не готов сейчас про нее рассказывать, про эту проблему, как ее решать. Проблема роботизации, все это безобразие. Ну, вот. Она слишком актуальна, чтобы говорить какие-то готовые решения на этот счет. Да нет. Ну, ладно, давайте не будем про это говорить. Да пользователь это пока не докатил. Вот когда докатится, тогда и будем говорить. Окей. Все. Значит, на сегодня все. В следующий раз мы тогда говорим о сообществе, о дистрибутивах, о хранилищах. У нас еще осталась тема необходимые знания. И еще что-то я пропустил. Я посмотрю по плану. Что? А, лицензирование. Конечно. Спасибо. Что-то надо было с этого начать, конечно. Окей. Тогда, может, в следующий раз про лицензии поговорим. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.